Вот это мой последний вопрос насчет субъектности. Я полностью с вами согласна, что Мединский, какая у него субъектность? Кукла. Кто достаточно субъектен в России, что его произвести? Кто те люди, которые, с вашего зрения, вот про Пригожина мы видели, да, он там начал приобретать субъектность, за что и получил. Кто еще? Субъектными сегодня, на мой взгляд, субъектными являются Ротенберге, субъектными являются Патрушев, ну, без младшего, конечно, тот не субъектный. Субъектным частично с потерей субъектности является дуэт Мишустин-Собяне, но они теряют эту субъектность, я думаю, через какое-то время у них ее не будет. Субъектным, остаточно субъектным является Ковальчук, но он субъектен при Путине, но не субъектен с точки зрения человека, который может самостоятельные решения принимать, то есть он может сидеть на ухе. То есть это командир Путинского уха, ну или там управитель Путинского уха и так далее. Особенно с этими нелепыми конструкциями, которые он в это ухо все время вносит, то понятно, что с точки зрения адекватного восприятия мира, конечно, он не субъектен. Субъектными являются, на мой взгляд, представители ФСБ, частично Бортников, частично генеральный прокурор Красновчина, я подчеркиваю, в меньшей степени являются субъектным Золотов, но это все, кстати, субъектность приобрел Кириенко, и за многими, скажем, разработками сегодня геноцидного типа, который применяется в Украине, собственно, стоит Кириенко и так далее. Я думаю, что можно... А можно об этом поподробнее? Я понимаю, что мы чуть-чуть перебираем по времени, но я просто об этом не знала. Он стоит, в принципе, он является автором ключевого преступления сейчас, ну или повторного преступления. Помните, был такой незаконный референдум, сейчас незаконные выборы проходят на субъектах оккупированных, на оккупированных территориях. По сути, это является безусловным преступлением, само по себе, потому что незаконная аннексия в момент введения активных боевых действий на оккупированной территории является самостоятельным преступлением, со всеми юридическими предикциями и так далее. Вот Кириенко, автор проведения выборов на этих территориях. Кириенко автор похищения, массового похищения детей, размещения их в лагерях и так далее и тому подобное. Не Львова Белова, она слишком примитивна, немасштабна. Ну давайте объективно смотреть на людей, то есть она только хихи, ну такую, знаете, идиотскую умылку классического плана, а автором этого является Кириенко. То есть, соответственно, уже два преступления и два проявления субъектности, которые нравятся Путину и так далее. То есть, в принципе, по Кириенко можем потом отдельно более детально поговорить о его роли в этой войне. Обязательно. Навальный, ну я не знаю, входил ли в это физическое уничтожение, но что вот все основные вещи, что делать с Навальным, да, это был, конечно, Кириенко, об этом говорил Леонид Невслин. И вообще этот человек, который, ну в отличие от идиотов, к сожалению, он способен генерировать идеи, технологические идеи. Это же не значит, что он хорошие идеи генерирует. К нам служит, так и генерирует. Даже гениальные идеи, которые системно выглядят как идеи зловещие, приведут его к конкретному фатальному финалу. Потому что гении с отрицательным индексом все равно приходят к неизбежному фатализму. Вот и все. Поэтому просто будем отслеживать активно, смотреть за его действиями, протоколировать его действия и так далее и тому подобное. Потому что на фоне, например, абсолютно неинтеллектуального Ковальчука, безусловно, Кириенко гораздо технологичнее, изощреннее и умнее. Тогда два коротких вопроса. Вот первое. Среди субъектных вещей, среди субъектных политических деятелей не перечислили армию. А она что, не может переворот сделать? Интересная вещь. Мы просто не дошли туда, потому что я хотел сказать, что как раз-таки паркетный генералитет Шойгу Герасимова не субъектен. А вот такой генералитет типа Суровикина-Попова, да, ну возьмем, что просто как образец, да. Вот этот, скажем так, полевые генералы субъектны, но они не структурированы. Для армии важно структурирование. Ну то есть, грубо говоря, корпоративная солидарность. На мой взгляд, в армии появится корпоративная антипутинская солидарность в ближайшее время. Вот тогда они превратятся в полевой субъект как таковой. При этом паркетные генералы будут просто снесены. Там не только, безусловно, Шойгу Герасимова, там десятки людей, которые хорошо зарабатывали на обеспечении, на разработке фиктивных документов и так далее и тому подобное. Они будут снесены, а вот полевые командиры действительно могут превратиться в корпоративный субъект. Просто нельзя называть генерала одного, да, субъектом. Там корпоративный субъект появляется. К сожалению, я пока не вижу корпоративной субъектности, но она созревает. И было бы неплохо, чтобы она созрела. И, соответственно, это, кстати, между прочим, я скажу, если уже вообще мое мнение, вот этого типа переворот полевыми генералами, да, ну или полевыми командирами, там не только генералы могут быть и так далее, корпоративно. Вот этот переворот, если он будет организован, он будет гораздо более масштабен и он действительно приведет к другому типу развития России. Ну, то есть, имеется в виду, контроль останется, но потом будет обеспечен вот этот переходный период транзитивного типа со слабыми демократическими институциями, как таковыми, выборного плана. А, и тогда последний вопрос, как раз по поводу условного нашего, там, там, может быть, полевые генералы, я там про себя говорю, осады. Условно это, может быть, союзе с Мишусьевым, союзе с Кириллевым. Вы сказали, что вы ведете тетрадку, в которой заносите все их преступления. Ну, правильно, я понимаю, что этот список в случае переворота, ну, просто будет обнулен. Кто первый побежал и сдал, вот тот не будет висеть, а все остальные будут? Очень правильно и структурно объемно задан вопрос. Действительно, тот, кто совершит правильный развивающийся переворот, ну, не за 200 километров и разворот, да, и так далее, кто обнулит, собственно, Путина с небольшим кругом наиболее токсичных персонажей, обнулит, я имею в виду, в широком смысле слова, там, неважно, юридический, там, как угодно, и так далее, и кто примет на себя риски с точки зрения вывода войск, ну, по сути, проигрыша войны как таковой, но при этом взятие под контроль внутреннего политического пространства, конечно, он обнуляет все свои, по сути, проблемы и становится переходным лидером, с которым можно будет вести даже диалог. Не вижу в этом проблем. И это может быть как раз-таки корпоративный полевой генерал, условно, назовем так. Субтитры создавал DimaTorzok